В день республики для республики. Традиция последних лет отмечать 4 ноября открытием значимых для региона объектов не прервалась и в нынешнем году. Тройной праздник – День народного единства и согласия, День казанской иконы Божьей Матери и День республики Мариел запомнится открытием важной транспортной артерии и нового музея в Йошкарале. Подробности в материале нашей съемочной группы. Архитектурная и смысловая формы правобережья Большой Кокшаги в центре Йошкаралы получили свой окончательный вид. Памятник создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию, Троицкий храм, а теперь еще и Музей истории православия, который насчитывает в Мариелском крае более 400 лет. В Йошкарале появился новый объект, который будет привлекать и жителей республики, и туристов. Мы хотим, чтобы в этом музее рассказывали об истории православия. Православие сделало очень много. Она просвещала Мариелскую землю. И священники, о которых сегодня рассказывают в храмах, это настоящие подвижники и мученики, которые были в годы советской власти уничтожены. Практически никто не уцелел. Разрушены были все храмы. И очень важно, чтобы новое поколение приобщилось к истории Мариелского края, к истории православия. Это будет полезно и, я думаю, что будет иметь большое воспитательное значение. Экспозиция Музея истории православия собрана из запасников Национального музея имени Евсеева. Большинство экспонатов никогда ранее не выставлялись. Здесь элементы церковного облачения, утварь, иконы, личные вещи, дополненные стендами с фотографиями и текстовой информацией. Стоит отметить, что выставка раскрывает перед посетителями то, что в годы советской власти превратилось в белые пятна истории. Прежде всего, роль православия в культурной и образовательной жизни Марийского края, а также духовный подвиг священнослужителей из Мариел, которые предпочли смерть отречению от веры. Испокон веков святое православие воедино объединяло все народы и давало способность каждому народу соприкоснуться с той общей христианской культурой, которая оживотворяла народу и давала ему способность жить, творить и созидать. Вся история нашего края после присоединения этих земель к единой державе российской пронизана святой православной верой. И наш марийский народ принял Христа в свое сердце и показал, особенно в 20 век, верность святой вере. Еще один подарок Ежкороле в День Республики совершенно иного характера. Проспект 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, построенный по современным технологиям, обеспечит транспортную доступность новых микрорайонов столицы – спортивного, молодежного и мирного. В нынешнем году построили первую очередь дороги от Воскресенского проспекта до улицы Петрова. Стоимость проекта – около 100 миллионов рублей. Проспект построили с ливневой канализацией, карманами для парковки и остановками общественного транспорта, который будет ходить здесь в будущем. После официальной церемонии, перерезания ленточки под звуки духового оркестра, горожане, в том числе и глава республики, совершили пешеходную прогулку по новому проспекту. История этого проекта уникальна, потому что все были против. Даже члены моей команды испытывали некое непонимание, для чего это дело. Не говоришь о городских властях. А потом все-таки смог я всех убедить и вдохновить на это важное событие. Потому что сегодня в проспект 70-летней Победы – это уже качество жизни для всех домов, которые построены в округе. Представьте себе, выдавались площадки точной застройкой, строились дома, садили на готовые сети, нагрузка на сети колоссальная, ливневой канализации отсутствовали, подъездные пути отсутствовали, оселенение детской площадки, мы даже об этом не говорим. Люди мучились, несмотря на то, что купили квартиры и поверили, что вот мы купим, и здесь можно будет хорошо жить. Мы хотим эту ошибку исправить. И вот сегодняшний этап, первый этап открытия проспекта 70-летия Победы, причем он доходит до улицы Петрова, а затем мы сделали временное перекресток, которое будет позволять на улице Петрова поворачивать направо и выезжать, так сказать, по всем городским артериумам. На следующий год мы этот проспект продолжим и соединим его с улицы Кирова. Сделаем перекрестки. Все это капитально делается. Посмотрите, здесь не просто асфальт лежит на щебне, а асфальт лежит на бетонной подушке. Это новая технология. Сделана ливновая канализация, позволяющая воду отводить с дорожного покрытия и вообще с округи. Такие дороги надо строить. Они дорогие, конечно. Но если строили в советской власти такие дороги. Сегодня вы не кричали, я плачу налоги, где дороги? Особенно те, кто налоги не платит. Вот на сегодняшний день, я думаю, что строительство таких дорог – это требование времени. Отмечу, что эти технологии уже опробованы на Воскресенском проспекте, на новом мосту в створе Ленинского проспекта и зарекомендовали себя наилучшим образом. Ну а традиция правительства региона делать подарки республике к 4 ноября не просто перекликается с федеральной. В Москве, к примеру, в этот день открывали памятник святому князю Владимиру, но и находят горячую поддержку у ежкаролинцев. Леонид Игоревич, огромное спасибо вам за то, что вы сделали для нашего города. Делаете и, надеемся, еще будете делать. В заключение стоит добавить, что с открытием проспекта 70-летия Победы в Мариел завершился сезон дорожных ремонтно-строительных работ. На эти цели из бюджетов всех уровней в 2016 году было выделено более 500 миллионов рублей.